То есть на пустом месте эта группа товарищей создала некую систему, которая будет им регулярно приносить взносы, платежи и прочее. Я еще не говорю про откаты. Легко заходят в кабинеты, открывают их правой и левой ногой, в зависимости от того, какое у нее настроение. Офис у нее тоже там же, в Министерстве сельского хозяйства, но однако она на самом деле не является ни сотрудником, ни какой-то структурной единицей Министерства сельского хозяйства. Это изобретение чисто башкирское, название и термин тоже, в общем-то, наш местный, придуман и утвержден. На развитие этих ДГП из бюджета республики, обращаю внимание, что именно из бюджета республики, выделен практически миллиард рублей. Светлую идею о потребительской и сельскохозяйственной кооперации эти граждане превратили в фикцию. На меня произвело неизгладимое впечатление то количество отзывов, которые получила наша, в общем-то, случайная передача про Министерство сельского хозяйства. Ролик, который был записан по Минсельхозу в последней неделе набрал больше всех просмотров, чем все остальные, что точно меня навело на мысль о том, что проблема сельского хозяйства в республике Башкортостан вовсе не пустой звук. Проблем вокруг Министерства оказалось огромное количество. То, что нам стали сообщать, писать, звонить, присылать участники процесса, в общем-то, наводит на очень нехорошие мысли. И вот сегодня, в частности, в рамках вот этой передачи про Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, мы поговорим о потребительской кооперации. Вообще, потребительская кооперация и кооперация в сельском хозяйстве, в принципе, это, на самом деле, единственный здравый путь развития сельского хозяйства во всем мире. Везде в мире мелкие и средние производители объединяются. Объединяются на базе взаимной выгоды, взаимных интересов использования техники, земли и вообще ресурсов. И это объединение, как правило, дает положительный эффект. По крайней мере, во многих странах мира с развитым сельским хозяйством мы видим такую картину. Закономерно, что и в России, и в Башкортостане, в частности, тоже началось движение по кооперации, по объединению усилий мелких и средних производителей и так далее, и так далее. Казалось бы, все хорошо и правильно, идем верным путем, товарищи, и, скорее всего, должны получить положительные результаты. Но, как обычно, во все процессы, которые происходят в России и в Башкирии в том числе, вторгаются, я бы не сказал, что злой умысел, а, скорее, просто глупости и наглость тех, кто руководит этими процессами. Господину Фазарахманову, министру сельского хозяйства Республики Башкортостан, пришла в голову мысль о том, что необходимо стать лидерами потребительской кооперации в Республике во всей России. Господин Фазарахманов не применил сообщить, заявить о том, что Республика Башкортостан займет лидирующие позиции в этом процессе, и работа закипела. Сформировав вокруг себя некую команду весьма далеких от сельского хозяйства людей, я имею в виду господина Сакаева, госпожу Байкову, о которой пойдет речь чуть позже, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан, начал создавать потребительские кооперативы. Вообще, чтобы понять всю проблему этого процесса, нужно разъяснить, что потребительский кооператив – это даже не коммерческое объединение. Это просто объединение нескольких хозяйств или даже хозяев, физических лиц, занимающихся сельским хозяйством, в некое объединение с целью, условно говоря, решения общих проблем. Однако, та форма, в которой это делается в Башкирии, практически исключает взаимодействие этих потребительских кооперативов, например, с банками и кредитными организациями. Более того, банки, уловив вот эту странную конструкцию некоммерческого предприятия и весьма сомнительного юридического взаимодействия внутри кооператива его членов, практически отказываются выдавать, например, кредиты для развития сельского хозяйства, что, собственно, является основным двигателем развития этой отрасли и в Башкирии, и вообще везде. Однако, господин Фазрахманов, окрыленный вот этой идеей стать лидером в России по количеству сельскохозяйственных потребительских кооперативов, уже встал на рельсы и как локомотив понесся вперед в светлое будущее. Что мы имеем в итоге? Мы имеем в итоге некую уникальную для России программу доходогенерирующих предприятий, так называемых ДГП. Это изобретение чисто башкирское. Название и термин тоже, в общем-то, наш местный, придуман и утвержден. На развитие этих ДГП из бюджета республики, обращаю внимание, что именно из бюджета республики, выделен практически миллиард рублей, без копеек. Этот миллиард планируется раздать малыми дозами по 3 миллиона рублей на протяжении трех лет. И уже сейчас сформировано 103 потенциальных сельскохозяйственных потребительских кооператива, которые уже утверждены как победители, там, какого-то некого конкурса документов, который помогал за небольшие деньги делать господин Сакаев. К чему я все веду? Я веду к тому, что в рамках Министерства сельского хозяйства сформирована некая герметичная система извлечения доходов, по крайней мере, из вот этих вот программ ДГП. И вот как они извлекаются. На самом первом этапе несчастные граждане, которых главы районов практически в приказном порядке делегировали в эти сельскохозяйственные производственные кооперативы, должны были сформировать некий пакет документов, который любезно, но не бесплатно формировал господин Сакаев. Потом эти документы были рассмотрены внутри Министерства каким-то комиссионным способом, оценены и признаны годными. И вот уже 103 потенциальных сельскохозяйственных потребительских кооператива стоят на пороге получения вожделенных 3 миллионов рублей. Забавно наблюдать то, что в списке вот этих 103 счастливчиков числится и госпожа Бойкова. Кто такая Бойкова вообще? Это мадам, в общем-то, совершенно никакого отношения не имеющая к сельскому хозяйству. Однако очень близка к господину Фазарахманову сотрудники Министерства сельского хозяйства рассказали мне, что вообще так вот по неформальному статусу она замминистра. Легко заходит в кабинеты, открывает их правой и левой ногой в зависимости от того, какое у нее настроение. Офис у нее тоже там же в Министерстве сельского хозяйства. Но, однако, она на самом деле не является ни сотрудником, ни какой-то структурной единицей Министерства сельского хозяйства. Внимание! Госпожа Бойкова создала СРО. СРО сельскохозяйственных производственных кооперативов. По нынешнему законодательству этим формированием нельзя существовать отдельно. Они, как и юристы, как и строители, должны быть объединены в СРО. Так вот, СРО сельскохозяйственных производственных кооперативов БАРС создала и возглавила госпожа Бойкова, и тоже на небезвозмездной основе. Каждый месяц 103 кооператива, которые будут созданы или уже созданы в рамках вот этой деятельности, будут платить госпоже Бойковой по 2000 рублей каждый месяц. А еще каждый год госпожа Бойкова будет проводить некий аудит деятельности этих сельскохозяйственных производственных кооперативов, и тоже небесплатно. Стоимость этого аудита варьируется от 15 до 20 тысяч, тоже умножаем на 103, получаем хорошие деньги. В общем, система создана и начала работать. Система по формированию неких источников доходов и получению этих доходов. То есть на пустом месте эта группа товарищей создала некую систему, которая будет им регулярно приносить взносы, платежи и прочее. Я еще не говорю про откаты, потому что я толком пока не знаю, были ли эти откаты с этих выделяемых денег. Однако история с судом в Дертюлях, судом над замглавой, который был осужден за именно откат по сельскохозяйственной субсидии и субвенции, наводит на мысль о том, что эти откаты, безусловно, существуют. Вообще, конечно, история с вот этими сельскохозяйственными производственными кооперативами, она еще только началась. Сейчас первый год из трех запланированных по выделению вот этих трех миллионов. Надо отметить, что практически все инициативные группы, формировавшие эти сельскохозяйственные и производственные кооперативы, это не крепкие, большие или средние, хорошо работающие хозяйства. Это, по отзывам тех, кто в курсе, это, ну, как правило, либо вообще несуществующие частные хозяйства или существующие там в рамках одной-двух коров, либо очень плохо функционирующие хозяйства, у которых перспективы развиться практически не существует. Это наводит на мысль о том, что три несчастных миллиона, выделяемых каждым из этих хозяйств, фактически будут потеряны, потому что на пустом месте за три миллиона в сельском хозяйстве сделать ничего нельзя. Если ты имеешь добротное, крепкое хозяйство, у которого есть техника, оборудование, земля, навыки и люди, то три миллиона – это хорошее подспорье. Но если ты в чистом поле на нуле, три миллиона не решают ничего. То есть вероятность потери вот этого миллиарда в течение трех лет для бюджета очень велика. Однако та система, которую выстроили господин Сакаев, Фазарахманов и Байкова, практически гарантирует им получение части вот этих денег в виде взносов, платежей и всевозможных, значит, сервисных функций, которые они любезно окажут статрем вот этим маложивым сельскохозяйственным потребительским кооперативом. Соответственно, существенная часть этих денег перекочует в карманы вот этих вот организаций, а потом, видимо, уже и физических лиц. Ситуация, на самом деле, очень нехорошая. Мы наблюдаем яркий пример того, как административная власть в лице Министерства сельского хозяйства не просто имитирует деятельность, она еще и генерирует деятельность, которую, на самом деле, делать не нужно было. Светлую идею о потребительской и сельскохозяйственной кооперации эти граждане превратили в фикцию. У них замечательная отчетность, у них прекрасная, значит, статистика, однако на деле практически ничего сделано не будет. На прошедшей неделе, кстати говоря, господин Сакаев очень всерьез прокололся в Москве на неком мероприятии, связанном с сельским хозяйством, когда ему заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации задал очень четкий и понятный вопрос. Сакаев, ну, видимо, не будет человеком сильно профессионально подготовленным, не просто неправильно ответил на вопрос, он вообще на него не ответил, на что замминистра сельского хозяйства Российской Федерации назидательно ему сообщил, что вот вы не знаете ответ на этот вопрос, а Ради Фаридович знает. В общем, остается надеяться на то, что новый глава Республики Башкортостан оперативно вникнет в ситуацию, которая царит внутри Министерства сельского хозяйства Республики, будет в состоянии правильно оценить вот те химеры, которые господин Фазарахманов пытается выдавать за достижения, ну и, собственно, сделает выводы и предпримет некие меры, потому что все-таки сельское хозяйство в структуре экономики Республики Башкортостан занимает очень существенное место. Это не какая-то вторичная сфера, которой можно пока временно пренебречь, и, как говорится, пока руки не дошли. Сельское хозяйство – это очень серьезно. Так как тема Министерства сельского хозяйства и вообще сельского хозяйства оказалась огромной и бездонной, мы начинаем ей всерьез заниматься. Мы очень просим всех, кто причастен к этим процессам, пишите, звоните, сообщайте, если что-то у вас есть, добавить, рассказать и так далее. Нас очень интересуют факты, документы, статистика. В следующий раз, на следующей неделе, мы будем делать передачу про субсидии и субвенции. Это очень важный финансовый процесс, который идет от лица Министерства сельского хозяйства. Я с удивлением обнаружил, что Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан – это чрезвычайно ресурсное ведомство. Десятки миллиардов рублей республиканских и федеральных денег фигурирует в обороте этого министерства. И вот именно эти дотации и субвенции – это камень преткновения, о котором мы поговорим в следующий раз. Продолжение следует...